Здравствуйте, с вами личные финансы, передача о грамотных инвестициях. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, Артем. Меня в последнее время очень много спрашивают о рефинансировании, то есть о возможности снизить проценты по своему кредиту. И буквально сегодня я наткнулся на одну новость о том, что 35 миллиардов рублей россияне рефинансировали по ипотеке. Хотел сегодня об этом поговорить. Как происходит рефинансирование в нашей стране? Очень такой благоприятный процесс, я бы сказал. Прежде всего, он возможен благодаря тому, что идет снижение ставок по кредитам, которые, в свою очередь, вызваны тем, что снижается ключевая ставка. И она снижается, опять же, в связи с тем, что снижаются инфляционные процессы. То есть валютный курс стабилизировался, и в целом рост цен происходит в рамках прогнозируемых величин. Может быть, по некоторым показателям, по некоторым видам продуктов каких-то он превышает показатели плановые, но в целом он находится в коридоре. Это причины того, почему снижаются ставки, а почему происходит рефинансирование. Для тех граждан, которые оформляли ту же самую ипотеку, скажем так, на волне роста банковских ставок, становится уже, наверное, как бы, ну, мягко говоря, неинтересно платить дорогостоящий кредит на том фоне, когда можно оформить на 3-4% дешевле. Соответственно, на этом рынке, когда тех же самых первичных продаж не так много, банки выходят, скажем так, и конкурируют открыто друг с другом. И, условно говоря, предлагают рефинансировать ранее взятые под более высокий процент кредиты в других банках. По сути, можно взять сегодня кредит дешевле, перекрыть свой старый кредит и платить уже по новому кредиту более низкие проценты. Да, совершенно верно. То есть банк предоставляет вам сумму, которая позволяет полностью досрочно погасить кредит в другом банке, да, и, соответственно, оформить новый кредит в этом банке под, например, 9 или 10% годовых, что может быть дешевле на 3, на 4, иногда даже на 5%, чем был оформлен предыдущий кредит. Конечно, все зависит от того, в каком году именно был оформлен ипотечный договор. И не только ипотечный, кстати говоря. Вопросы такого рода и ко мне поступают. Вот приходилось даже анализировать один случай, да, посмотреть, насколько это будет выгодно. Но вот тот конкретный случай, на мой взгляд, он оказался неинтересным для человека, потому что рефинансировать было особо нечего. Ну, ставка примерно одинаковая. Если есть предложение рефинансировать старый кредит на 2% и более дешевле, да, однозначно нужно этим интересоваться. Я это всем советую делать, потому что действительно можно сэкономить очень приличную сумму, если брать в многолетней перспективе, поскольку обычная ипотека даже обслуживается очень много лет. Ну, как 5, там и более, да. А как рефинансировать кредит в своем банке? Я знаю, что можно прийти в свой банк и сказать, вот сегодня у вас ипотека по меньшей ставке. Сделайте мне такую же. Это зависит от банка, потому что не каждый банк предлагает именно такую программу, скажем так, лояльную для своих клиентов. Либо на данном этапе, может быть, не предлагает. Это все как бы индивидуально. В свое время я сам лично интересовался подобным вариантом в одном из крупных банков. И вот конкретно в этом банке такой программы не было, да. Хотя он находился в процессе того, что он как бы обещал эту программу придумать и, соответственно, реализовать для клиентов. Для понимания. Рефинансирование – это когда вы берете новый кредит для погашения старого. Допустим, вы должны 1 миллион рублей под 13% годовых. Но в другом банке вам готовы дать тот же миллион, но под 11%, так как деньги сегодня дешевле, чем 2 года назад, когда вы брали кредит. Вы выигрываете 2% и экономите солидную сумму. Если вас заинтересовала эта тема, наберите запрос «Рефинансирование ипотеки» в поисковике. В условиях, когда снижается спрос на первичную выдачу ипотеки, количество таких предложений, конечно, растет. Все зависит от того, насколько рынок недвижимости себя чувствует уверенно и насколько объем сделок устраивает, скажем так, участников рынка. Всех застройщиков, риэлторов и банки, которые работают на этом рынке в виде ипотечного кредитования. И правильно я понимаю, что если ваш банк не соглашается «Рефинансировать», то можно спокойно пойти в какой-нибудь другой банк? Ну, не все так просто. Опять же, надо уточнить в вашем банке, скажем так, насколько он готов на таких условиях прекратить отношения, закрыть договор. Можно ли это сделать на условиях второго банка? Ну, как правило, сейчас я знаю, что нет каких-то серьезных ограничений. Если там период бойкота, досрочного погашения истекает, обычно не более полугода, зачастую даже меньше сейчас, то, в общем-то, клиент вправе поступить так, как ему больше нравится, как ему более выгодно. И возможность рефинансирования кредитов сейчас появляется благодаря тому, что снижается ключевая ставка. Центральный банк, он раз в полгода снижает сейчас ставку. Снижает, и я думаю, что это позитивный процесс, это действительно так. То есть дешевеют кредиты, экономика имеет возможность более агрессивно использовать кредиты для того, чтобы развиваться, вкладывать в развитие производства, торговли и так далее. Однако у этой медали есть другая сторона. Скажем так, падают ставки по вкладам в банках. То есть мы об этом частенько говорим в текущем 2017 году. Ну, и это, в принципе, процесс тоже, скажем так, неоднозначный, потому что в этих условиях люди, которые привыкли на вкладах получать больше 10%, а в лучшие периоды до 20% ставка доходила, люди начинают искать и думать, а вообще что же делать со сбережениями. Ну, в этих условиях, к счастью, есть альтернативные услуги, продукты инвестиционных компаний, таких как компания «Финам», позволяют этот негативный эффект нивелировать. Используя такие же надежные, но чуть более прибыльные инструменты вложений. За последние два года ключевая ставка Центрального банка, по которой он предоставляет кредиты другим банкам, снизилась с 15% до 9% годовых. Экономика стабилизируется, деньги становятся более доступными. Это должно сказаться положительно на людях, их потребительских способностях и бизнесе. Эксперты полагают, что в следующем году ставка может снизиться до значения 8-8,5%. Вместе с этим снижаются ставки по кредитам и вкладам. Как вариант, наверное, сравнимый с банковскими услугами, это облигации, мы всегда привозили. Ну, в основе этих продуктов лежат облигации. То есть я не хотел бы сказать конкретно человеку, вот у вас вклад закончился, новый вклад будет открывать невыгодно в банке, идемте к нам, купим облигации. Вообще не всем понятно, что такое облигации вообще, даже если где-то понятно в теории, кажется, что это практически невозможно, там, прийти и купить их. А что купить, а на сколько и так далее. Конечно, эту задачу мы берем на себя. Мы говорим, что ваш портфель будет надежным, со стопроцентной гарантией возвратности. Почему? Потому что мы купим облигации, причем не какие-нибудь, а облигации там государственного, федерального займа, да, облигации крупных госбанков, которые по надежности как минимум не хуже, а даже лучше, чем вклады в этих же самых банках, потому что облигации, мы говорим, это, скажем так, последняя линия обороны, это то, что в последнюю очередь банк, скажем так, откажется обслуживать, если будут негативные обстоятельства. Поэтому формируем мы этот портфель, показываем, как он работает, если человеку интересно, и в дальнейшем просто следим за его динамикой. Очень хороший вариант. В условиях снижения ставок по вкладам альтернатива, к счастью, есть, и она очень выгодная. А как вы думаете, дальше будет снижаться ключевая ставка и, соответственно, стоимость кредитов и вкладов? Ну, вот сейчас мы достигаем той критической точки, ниже которой мы практически не уходили никогда. Плюс, учитывая некоторые прогнозы, что может произойти небольшая девальвация рубля, опять же, доллар может укрепиться, ну, наверное, на этом фоне ключевая ставка задержится на текущих отметках. Хотя еще в ближайший месяц она может, конечно, немножечко на 0,25, максимум на полпроцента упасть. Вот. Делать прогнозы далее, начало 2018 года, очень сложно, потому что, опять же, и выборы президента России на носу, соответственно, здесь мы сейчас пока, наверное, так рисковать не будем. Спасибо большое. Наши телезрители могут задавать вопросы компании «Финам» по телефону, могут писать в личные сообщения мне, например, или Руслану, и это, возможно, станет темой будущих наших передач. А теперь давайте узнаем у Максима Миронова, нашего конституционного управляющего, как дела с портфелями на 200 тысяч рублей и на 1 миллион рублей. Здравствуйте. Продолжаем вести наши два портфеля. За предыдущую неделю в большом и маленьком портфеле ничего не изменилось. Мы продолжаем удерживать среднесрочные позиции по индексу РТС, нефти, золоту. В покупках они у нас сейчас находятся. И также краткосрочный шорт по доллару-рублю. Рубль укрепляется по отношению к доллару сейчас в моменте, ну, соответственно, это для нас сейчас хорошо. Итого, наш большой портфель оценивается 684 758 рублей, наш маленький портфель оценивается 158 744 рубля. На этом все. Спасибо. До свидания.